Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня в студии. У нас предпраздничный день. Мы уже, многие, так понимаю, сидят довольно выпившие около радиоприемников, потому что начали поздравлять своих воинов. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Я вас поздравляю, кстати, с наступающим праздником. Спасибо. Для всех, для всех, для всех защитников Отечества звучит сегодня наша программа. Вы знаете, мы долго выбирали самую мужественную и близкую к войне профессию современную, которая должна прозвучать в этот предпраздничный день. И решили, все самые серьезные мужские сражения теперь происходят на фондовых рынках. Самые серьезные триллеры происходят на фондовых рынках. Мы выбрали настоящего рыцаря нашего времени. Сегодня у нас в студии Максим Мячеславович Ефимов, руководитель регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. И мы будем говорить про билеты на войну, билеты в первый ряд портера на войну, про правила войны, про то, как, собственно говоря, жизнь складывается. Максим, вы, на удивление, молодой. Я просто ожидала увидеть такого Майкла Дуглса. Майкла Дуглса все не ожидала увидеть. Такого подернутого сединой. Да, подернутого сединой, такого матерого. С Волл-стрит. Да, пришел такой Леонардо де Каприо в студию. Значит, Максим, вот расскажите немножко, во-первых, расшифруйте нам для наших радиослушателей, что такое Федеральная служба по финансовым рынкам России, и как вы попали, собственно говоря, в эту замечательную компанию. Структуру. Структуру. Спасибо. Структуру, да, компанию людей. Что касается регионального отделения, которое я представляю, это... Так вот, региональное отделение по центральному федеральному округу, это одно из 13 региональных отделений, которые действуют на территории Российской Федерации. Это является крупнейшим регионом отделения. Региональным отделением, ну, для, так сказать, такой краткой статистики, на территории подведомственной нашему отделению зарегистрировано более 70 тысяч акционерных обществ. Из них порядка... 70 тысяч? Да. У нас есть 70 тысяч акционерных обществ? В России всего более 500 тысяч акционерных обществ. То есть больше, чем трансформационное население. Интересно. Мы еще вернемся к этой статистики. А вот это живые или мертвые? Вот как... Сколько живых АО, так скажем? Можно различить мертвые души живые? Вы знаете, ну, это такая очень серьезная проблема, которую, если вы слышали, бьются многие, да, то есть, как-то, слышали и фирмы Додневки и так далее. То есть, безусловно, часть из них относится к этой категории, но так или иначе мы стремимся, понятно, что объять необъятно невозможно, но мы стремимся, так сказать, к этому. При этом я хотел сказать, что вот из этих 70 тысяч порядка 11 тысяч это открытые акционерные обществы, которые, собственно... Точно живые, которых видно, да? Ну, которые, по крайней мере, избрали для себя открытую форму, что подразумевает под собой, там, возможное привлечение, так сказать, капитала через инструменты фондового рынка, через выпуск, ну, в данном случае, акций. Вот. Значит, на нашей территории действует порядка тысячи с лишним профессиональных участников рынка цены бумаг. Для справки, всего в России порядка полу тысячи, то есть, там, 80 с лишним процентов. В Центральном ферме округе осуществляет свою деятельность 981 поевой инвестиционный фонд, 85 некосударственных пенсионных фондов, всего более 150 в Российской Федерации некосударственных пенсионных фондов, ну, и так далее. Вот так вот сидишь, кажется, ничего не происходит, а оказывается, с вами что происходит. Максим, основной вопрос. Вот при всей вот этой инфраструктуре для инвестора, как вы считаете, в России благоприятный сейчас климат для инвестора на фондовом рынке? Я считаю, что да. Собственно, об этом можно, так сказать, об этом можно посмотреть, взглянув на, собственно, на индикаторы нашего финансового рынка, да, и от отчета аналитиков. То есть, многие смотрят на Россию как перспективный рынок, даже по сравнению с иными развивающимися рынками. Поэтому я считаю, что у российского рынка достаточно большое будущее. Ну, я вот все хочу сразу с места в карьер, так немножко набрать темп. У нас вот есть так вот, витает сейчас над нами две темы. Это, с одной стороны, витает инновация, с другой стороны, витает мировой финансовый центр. Где? В России? Ну, как бы это обозначено, что он должен здесь быть. А у нас, да, кстати, Максим, вы верите, что можно в России создать мировой финансовый центр? Я уверен в этом, безусловно. У меня скоро просто телепрограмма на эту тему, а я вот не знаю, что людям говорить. Давайте поймем, да, можно создать или нельзя. Есть вообще какие-то реалии. Я понимаю, что мы все оптимистично стараемся настроить, но насколько мы далеки от этой ситуации. На самом деле, дорогу осилит идущий, да. Я согласна абсолютно. Если говорить, что нет, то нифига никогда не произойдет, это правда. Да, ну, конечно же, опять же, замахнуться на необъятное тоже невозможно. Поэтому, скорее всего, речь на первом этапе может быть идти о региональном международном финансовом центре. Хотя бы для азиатского вот этого и сунгового. Совершенно верно. Хотя бы, да, для бывшего Советского Союза, ныне СНГ, да, чьи бумаги могут обращаться в Россию. И это станет первым этапом создания международного финансового центра. Ну, а дальше, так сказать, при определенных условиях, при тех тенденциях, которые сейчас существуют, я не исключаю и, так сказать, движение в переводе. А вот, Максим, вот смотрите, вот, давайте вот просто таким простым человеческим языком. Вот компания, да, ей нужны деньги для того, чтобы развиться бизнесу, да. И у него есть всего два пути. Значит, либо он привлекает ценными бумагами, через выпуск ценных бумаг, продажи их, либо через кредит, правильно? То есть, есть либо долевая система, либо долговая. Правильно? Совершенно верно. Так, значит, вот теперь, вот я маленькая компания, ну, там, маленькая компания, средняя, там, иная. Вот мне нужны деньги. Вот, допустим, мне нужен 1 миллион долларов. Вот размещение на 1 миллион долларов. Вот как мы можем снести издержки? Насколько, например, на NASDAQе сложнее, чем в России произвести? Или, наоборот, в России сложнее, чем в NASDAQе? Ну, и начнем с того, что где эта минимальная планка размещения, начиная с которой можно говорить об использовании фондового рынка как инструмента привлечения инвестиций. И система нормативов. Насколько сложно человеку разобраться с этим и работать? Ну, на самом деле, я бы, может быть, не говорил бы о NASDAQе, да, потому что последняя тенденция, по крайней мере, докризисная, когда очень активно, значит, выпуск акций использовался российскими имитентами, да и не только российскими. Это все-таки лондонская площадка, да, и в качестве примера там существует на лондонской фондовой бирже так называемая площадка AIM, то есть это компания, быстро растущая, развивающаяся компания. И там есть примеры, когда объем размещения составляли там несколько десятков миллионов долларов, то есть это совершенно небольшие размещения, тем не менее, которые пользовались спросом инвесторов. У нас в России созданы подобные площадки на ММВБ, на РТС, так называемый ММВБ, сектор инновационных растущих компаний. То есть маленькая компания может прийти на ММВБ и с очень средним размещением? Никаких ограничений для этого нет. И более того, в прошлом году, я знаю, были, так сказать, несколько размещений именно таких подобных, которые там объем, если не помню, изменяют там несколько сотен миллионов рублей, которые проводились и пользовались достаточно большим спросом у инвесторов. Это, сколько я помню, компания медицинского сектора, причем, которые используют там новые технологии, так сказать, в медицинской сфере. Поэтому я считаю, что никаких ограничений для, значит, вот средней компании, которая, значит, решила использовать инструмент такой, как публичный выпуск акции для привлечения инвестиций, никаких ограничений не существует. Другой вопрос, что инвестор оценивает компанию по своим критериям, по своим, так сказать, определенным, так сказать, правилам. Безусловно, компания должна быть интересной, должна показывать определенный рост, должна занимать или там, по крайней мере, показывать, так сказать, перспективную нишу, которую она займет в будущем, там, внедряя ту или иную технологию или там тот или иной продукт и так далее. Сейчас очень достаточно много фондов, в том числе иностранных, которые выходят в Россию и, собственно, там, часть своих капиталов именно таким образом планирует инвестировать, в том числе такой вот отчасти венчурный, да, так сказать, может быть, бизнес. Ну, то есть минимального размера с точки зрения законодательства для выпуска акций нету. Он есть с точки зрения вот разумности. Наверное, есть разумный предел там для рынка, ну, то есть, там, несложно назвать такую конкретную цифру, да, но, тем не менее, как бы, для средних компаний этот рынок, с моей точки зрения, открыт. Какой путь должна пройти компания для того, чтобы предложить свои бумаги на рынок? Что должна сделать? И сколько это стоит? Ну, путь, на самом деле, непростой. Прежде всего, компания должна, так сказать, соответствовать определенным корпоративным, там, правилам, процедурам, да. Ну, начнем с того, что, так сказать, должна исполнять законодательства об акциональных общества, о рынке ценных бумаг и все, что с этим связано. Соответственно, должны быть внедрены определенные процедуры корпоративного управления в компании, да. То есть, в свое время Федеральная служба по финансовым рынкам был рекомендован к применению кодекс корпоративного поведения, так называемый, который... Кодекс корпоративного поведения, да, совершенно верно. То есть, это, там, свод правил и процедур, которые... Это можно найти у вас на сайте? Конечно, это... Как сайт звучит? Ну, центрального аппарата fcsm.ru, соответственно, в регионе отделения mosfan.ru. Так вот, там, так сказать, на основе международного опыта приведены ряд рекомендаций для того, как сделать общество привлекательным с точки зрения корпоративных процедур. Ну, например, там, наличие независимых директоров, сайт директоров, там, определенные комитеты, созданные при сайт директоров, которые, так сказать, отвечают за теленые регламентные процедуры. Ну, и так далее. То есть, там, достаточно... Провораченность финансовых отчетностей, да? Само собой, да. То есть, международные стандарты финансовой отчетности, регулярные публикации, общение с инвесторами и так далее, и так далее, и так далее. А для маленьких компаний и больших одинаковые правила? Ну, я же сказал, что это рекомендация, да, то есть, поэтому для всех они одинаковы, да. То есть, конечно, это накладывает на общество определенные дополнительные, в том числе, затраты, да. Ну да, чтобы аудитом приобрести на... у серьезного аудитора, это же большие деньги. Да, ну, там, пейджет. Кто-то, там, заказывает аудит у больших аудиторских компаний, в том числе международных, кто-то заказывает аудит у российских компаний. А вот у российских компаний есть шанс после этого у нас разместиться? Или все-таки будут нос воротить и говорить, все-таки идите к международным аудиторам? Ну, честно говоря, пока это есть, я согласен. Да, многие считают, что наличие громкого имени... Обязательно гарантирует. Там некий лейбл, да, хотя я, может быть, не всегда с этим согласен, потому что бывают случаи, когда и наличие громкого имени не всегда спасает или подтверждает правильность всех процедур. Максим, а вот насколько вы считаете необходима рынку прослойка инвестиционного банкинга, который сейчас... А что такое прослойка? Ну, тогда разверни вопрос. То есть мы сейчас прошли этап, вот компания прошла все процедуры, подготовилась к размещению, дальше она предлагает неограниченному кругу инвесторов свои акции для того, чтобы они были выкуплены. И дальше в дело вступают, ну, как по традиционной схеме, в дело вступают инвестиционные банкиры, которые выполняют функцию посредников на финансовом рынке для того, чтобы эту эмиссию, ну, как бы распределить, ну, продать покупателям. Вопрос. Значит, в какой-то момент, где-то, наверное, года три назад была, или, может быть, я путаю, может, четыре года тоже, да, была большая эмиссия акций Google, когда Google выставил свои акции на продажу в интернете напрямую, без привлечения, соответственно, инвестбанкиров. Вот, и вопрос в том, почему после этого, вот после настолько успешного размещения, после настолько успешного опыта, все равно эта отрасль только набирает сейчас обороты, и, как бы, компании напрямую не выходят на инвесторов, напрямую не используют этот ресурс. Ну, вопрос достаточно сложный, ну, я приведу пример, то есть можно продать квартиру, так сказать, самому, выставив объявление там в интернете, например, да, можно привлечь риэлтора, да, то есть это профессиональная услуга, инвестбанкинг, это классическая, так сказать, бизнес-услуга, которая оказывается, в данном случае, имитенту, для привлечения средств, да, то есть задача инвестиционных конструкций, консультанта, а, так сказать, полностью разместить, значит, выпуск, б, сделать его максимально, так сказать, там, приемлемым с точки зрения стоимости этих ресурсов, там, если речь идет об акциях, то, там, сделать его, ну, например, максимально распыленным с точки зрения инвесторов, да, потому что повысит в будущем ликвидность этих бумаг на вторичном рынке, то есть это не исключает того, что можно самому продавать, но, еще раз, так сказать, это профессиональная услуга, которая, так сказать, востребована. Ну, вы рекомендуете брать посредника? Ну, мне сложно сказать, опыт, мировой опыт, в том числе, показывает, что этот бизнес существует, поэтому, ну, я... — Зависит от риэлтора, да? — Да, зависит от услуги, которые... — Просто с теми же риэлторами риэлторы сейчас постепенно отмирают, те же страховые агенты постепенно переходят в директ страхования через сайт, то есть страховые агенты понимают, что через три года их просто не останется на рынке и так далее. — Вот вопрос с айбишниками. Они... У них тоже такой тренд или нет? Или есть что-то, какая-то функция священная, которую нельзя делать без них, которую нельзя делать самому? — Ну, я пока этого не замечал, конечно говоря. Может быть, это и будет в какой-то там среднесрочной, долгосрочной перспективе, что когда у нас технологии настолько будут... — Понятно. — Да, совершенно. — Продолжение следует...